С той ночи они не разлучались, и пошла гулять по округе серая беда, то тут, то там, близ чёрного холма, и далеко от него волки задирали овец, резали коров и лошадей, валили верблюдов, губили лучших сторожевых псов и ускользали безнаказанно. От аула к аулу пазла худая молва, их целая стая серых бесов, и все точно оборотни, человека не боятся, ничуть не боятся, вот что, вожак у них матёрый, с телёнка ростом, до того лют, до того страховиден, не бежит, даже когда человек подходит к нему на длину саила, подойти-то боязно. Налетит стая с одной стороны, чабыны кидаются туда, собаки их травят, а тем временем вожак с другой стороны уносит на горбу овцу. Подолгу волки не держались на одном месте, сегодня их видели у чёрного холма, а завтра в верстах в десяти, двадцати, тридцати южнее, восточнее. Известно, волка ноги кормят. Степь в том краю холмистая, овражистая, обросла кустарником, любо-дорого посмотреть на неё с чёрного холма, точно море в бурю. Она горбится высокими валами, кипит мохнатыми грибнями. В таких местах удобно волку, хлопотно пастуху. Легко подобраться невидимкой к стаду, к загону, легко постеречь, отбить отставшую скотину. И трудно высадить серого, невозможно предвидеть, откуда он выскочит неслышанной дымчатой тенью. А снежной зимой и высадишь не догонишь. Глубоки сугробы, волк уходит целиной. Наст волка держит, а всадника нет. Проваливается конь, не скачет, вспахивает снег. Попробовали у большого оврага, где не раз находили волчьи норы, подбросить отравленное мясо и покаялись. Разве оборотни возьмут отраву? Молодые аульные псы, недоумки, подобрали мясо у оврага и там же остались лежать. Волки не тронули и застывшие собачьи туши. Сытной была для волков та зима. Серый, лютый, все рос и рос, наливаясь каменным весом. Но по-прежнему не мог утолить свою страшную жажду мяса и крови. Лишь к весне, как будто слегка приглох его голод, и в жилах у него ненадолго зажглась иная жажда.